Вот как глава ведомства, как вы видите все-таки организацию системы прогнозирования, оповещения и минимизации рисков и потерь при таких событиях? Оповещение населения это первоочередная задача, минимизирующая риски в том числе и человеческих судеб. Поэтому систему эту необходимо в кратчайшее время разрабатывать и устанавливать во всех областных центрах и непосредственно управление, что производилось как с места, то есть в областных центрах и районных центрах, так и централизовано с центрального пульта управления здесь, которое дислоцируется в кризисном центре Министерства по чрезвычайным ситуациям. У нас авиационный парк, самолеты, вертолеты, вездеходы, плавсредства, ну то, что присуще вашей службе. У нас сегодня достаточной мере оснащенности. И если это есть, то как это будет работать? А если его нет, то что надо сделать в рамках парламента, чтобы это все у вас было? То, что касается первого авиационного парка, существует система Министерства ПЧС, как вы говорили исторически, было создано подразделение Казавиаспас, которое было поручено в том числе по программе «Сломат Казахстаны» передачи приобретенных вертолетов для санитарной авиации. На сегодняшний день у нас еврокоптеры основные, которые используются для санитарной авиации. Есть транспортные вертолеты типа Ми-26, Ми-8 и К-32. Сейчас по программе развития Казавиаспас, которая была поддержана правительством, в текущем году мы ожидаем поставки еще дополнительных четырех вертолетов. Это два типа еврокоптера и два типа Ми-8 АМТ. Какова будет структура данного министерства? Пожелание касается проблем, связанных с противопожарной службой, а если точнее, с борьбой с лесными и сипными пожарами. Каждый лет, вы сами знаете, горит степь, горят леса. И обнажается проблема, когда просто нет ни материальных, ни физических возможностей для локализации, современной локализации пожара. Ведь знаете, расстояние между поселками там 8, 100, 150 километров. Когда с района центра пока одна пожарная машина доедет, естественно, понятно, что уже пожар разгорается. В связи с этим мне бы хотелось в качестве пожелания сказать о том, что, наверное, необходимо какую-то мини-программу, специальную программу разработать именно по усилению противопожарной службы, направленной на борьбу с степными пожарами. Что касается проблем, действительно, связанных с степными и лесными пожарами, то, в соответствии с законодательством за обеспечение, прежде всего, тушение пожаров отвечают у нас местные исполнительные органы. Это степные и есть программа, которая в том числе реализуется. Это создание добровольных пожарных формирований за счет субъектов хозяйствования или же отдельные акиматы местных исполнительных органов содержат данные. Эта программа, в принципе, реализуется. В год мы, ну, в разные года были, от 60 до 90 таких добровольных пожарных постов открывали в населенных пунктах. Очень хорошо активно работает у нас Акмолинская в этом отношении область, Восточно-Казахстанская область, Алматинская область. Некоторые регионы, естественно, похуже. Поэтому эта программа есть. Реализация этой программы находится на контроле. Что касается лесных пожаров, то это ответственность комитета лесного хозяйства. Но в случае возникновения нештатных ситуаций, таких как были возгорания в этом году в Восточно-Казахстанской области, естественно, подразделения Министерства ПЧС оказывают всестороннюю помощь, в том числе предоставлению воздушных судов для сброса воды на возгорание и личный состав соответствия. Когда мы говорим, что степные пожары, это ответить местных исполнительных органов, мы должны понимать, что у них нет возможностей. У них служебная машина порой нет. Какая там может быть пожарная служба? Вот, наверное, было бы правильно, мы, наверное, поддержали бы вас, если бы вы, может, разработали программу, или, может быть, с предложением вышли на уровень правительства о том, чтобы в сельских округах, крупных сельских округах создавать депо. Именно под вашим руководством, вашим видением, относящимся к вашему министерству. Тогда было бы все бы системно. А так как у семей нянек дети без глаза остаются, так и у нас тоже сельчане остаются сами с собой с проблемой. И говорим, когда добровольные дружины, но с сегодняшних условиях, с каждым годом, все сложнее и сложнее поднимать население на борьбу с пожарами.